1 сентября Церковь чтит память священоисповедника Николая Лебедева. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Будущий священоисповедник Николай родился в 1869 году в селе Бережай Тверской губернии в семье Пономаря. Семья была из бедных, и Николай обучался духовной семинарии за казенный счет. Окончив семинарию с отличием, в 1893 году Николай поступил псаломщиком в храм Казанской иконы Божией Матери. Через полгода Николай был рукоположен в сан священника. Сразу же после начала служения отец Николай принялся за деятельное воспитание прихожан в духе православной нравственности. В 1897 году им было открыто общество трезвости во имя Казанской иконы Божией Матери. Общество впоследствии широко развило свою деятельность, открывая свои отделения в губернии, устраивая дешевые столовые, чайные, при них библиотеки и читальни, устраивая при них музыкальные вечера, концерты, спектакли, чтения с картинами и другие разумные развлечения для народа в целях отличения его от пьянства. В 1901 году священник Николай устроил приют для алкоголиков с мастерскими – столярной, шорной, сапожной, переплетной, швейной, кузнечной и сельским хозяйством для тех из алкоголиков, которые не знали никакого ремесла. При этом в приют священник отдал и свой скот, и сельскохозяйственный инвентарь. В 1907 году отец Николай открыл приют для беспризорных детей – детей, покинутых своими родителями, детей-алкоголиков, детей с улицы. Вся жизнь священника была посвящена осуществлению его мечты – служению простому народу. Для епархиального руководства церковная деятельность, которую вел священник, виделась настолько значительной, что отчет о ней включался в отчет о епархиальной деятельности перед святившим Синодом. А сведения о деятельности отца Николая печатались в Тверских епархиальных ведомостях для духовенства епархии, чтобы вдохновить и других священников на пастырский подвиг служения народу. Общество трезвенников с годами расширялось и насчитывало свыше 10 тысяч человек. Отец Николай все силы тратил на просвещение крестьян. Он считал, что многие пороки возникают из-за отсутствия элементарных знаний, основ катехизации, добрых примеров. Все просвещение народа было сосредоточено только в церкви и около церкви. Но как только крестьянин отходил от церкви, переставал посещать храм, интересоваться духовным, он тут же оказывался окруженным беспросветной тьмой. Если он был грамотен, то оказывался перед морем литературы, обучающей страсям и имеющей разрушительный характер. Чтобы хоть как-то содействовать просвещению народа и, в особенности, крестьян, Отец Николай основал в 1909 году журнал «К свету», который издавался им до революции 1917 года. Когда начались гонения от безбожной власти на православную церковь, Отец Николай ни в чем не изменил своим принципам, не изменил и своей ревности о спасении душ, веренных ему Богом православных людей. В 1918 году одновременно с национализацией типографии журнала «К свету» священник был арестован. Прихожане и население 33 деревень начали ходатайствовать о его освобождении и после 15-дневного заключения он был освобожден и по суду оправдан. В 1921 году по доносу участкового агронома священник был вновь арестован. Ему было вменено в вину снабжение местного населения семенами клевера и огородными семенами. После 10-дневного заключения по ходатайству товарищества был освобожден. 19 августа 1929 года власти арестовали отца Николая в третий раз. Он был обвинен в том, что использует свое положение из церковного амвона, ведет агитацию, направленную во вред советской власти. Власти на этот раз не вняли прошению народа, и священник был приговорен к трем годам заключения в советский концлагерь. В 1932 году его перевели сначала в Архангельск, а потом в Потомновную область Коми. 19 августа 1932 года окончился срок ссылки священника. Для выезда с места ссылки требовалось согласие местного ОГПУ, но оно не было дано, и священник еще на год остался в поселке для сцельных. Дочь отца Николая добилась встречи с членом Верховного суда, изложила ему, кто был ее отец и суть своей просьбы. На заявлении, поданном дочерью, он наложил резолюцию об обслуживании священника. Летом 1933 года положение священника сильно ухудшилось. Усылки, которые посылала дочь, из-за дальности расстояния доходили нерегулярно и со значительным опозданием. Здоровье отца Николая в это время сильно пошатнулось, и он стал быстро слабеть. Несмотря на все обещания властей, он так и не вернулся домой. Священник Николай умер в поселке для сцельных в автономной области Коми 1 сентября 1933 года и был погребен на деревенском кладбище в известной ныне могиле. Священный исповедник Николай Лебедев причислил тлику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года. Священный исповедник Николай Лебедев 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 Священный исповедник Николай Лебедев